Свой самурайский меч Яша Чернов не выпускает из рук даже на качелях. С этим оружием во время игры в войнушку он просто непобедим. Детская площадка во дворе дома – любимое место прогулки. Теперь, когда турники и лесенки здесь стали ярче, гулять веселее. Машина, качели и еще зонт. Тут как-то красиво немножечко. Когда я покажу, мне еще станет лучше. С просьбой покрасить детскую площадку во дворе 189-го дома по Галактионовской в общественный совет микрорайона обратились жители. Результата долго ждать не пришлось. Неделя на подготовку. На просьбы и вопросы жителей в Струковском реагируют быстро. Жители обращаются не только с проблемами ЖКХ и благоустройства. Приходят просто поговорить, отвести душу. Есть и конфликтные вопросы, когда соседи между собой ругаются. И по молодежи, по досугу молодежи тоже мамочки обращаются, потому что особенно в летний период не хочется, чтобы дети где-то там болтались и занимались непонятно чем. Поэтому мы их периодически привлекаем, организуем спортивные соревнования. По соседству с детской площадкой полисадник. Каштан и клен, сирень жители высадили сами. К благоустройству своего двора здесь относятся с трепетом. Заигравшие новыми красками перекладенные ступеньки – только первый шаг. Здесь более-менее все благоустроено, мне очень нравится. Но единственное, что навезли песок и бордюрного камня нет. Нужно положить бордюрный камень вокруг вот этого ограждения, потому что песок весь ветром и машинами задувает на асфальт. И мы дышим, жители, этой пылью. Замечания Валентины Дмитриевны приняли. Благоустройство двора общественный совет продолжит вместе с жителями. Следующий этап – установка бордюров и ограждений. Чтобы и другие, более масштабные вопросы решались столь же быстро и эффективно, горожанам предстоит создать команду созидания из неравнодушных к родному городу людей. Отстаивать интересы жителей каждого микрорайона будут депутаты районных советов, которых самарцы выберут 13 сентября. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.